И приветствую всех вас, дорогие мои зрители, у микрофона Ром Лиди и продолжаю серию видео посвященных бейте мультиплеера God of War Ascension. Видео посвященное второму режиму, доступному в бета-версии. Милость богов, командная игра, 8 игроков, по 2 команды 4 на 4. И насколько я знаю, почти всегда это 2 команды. Одна троянцы, а вторая спартанцы. Собственно, надеюсь, мне повезет, что я стану спартанцем, как это и должно быть. Как видите, я немножко прокачал своего персонажа, добавил брони, поменял там шлем, еще там несколько магических, сделал таких тоже прокачиваний. Если так можно сказать, русский язык богат, так что его можно туда-сюда вертеть. И в принципе, я уверен, вы меня поймете, что я пытаюсь донести до вас. Пока идет загрузка. Могу только сказать, что лично мне кажется, что командная игра гораздо интереснее вот этой милость богов, чем одиночная. Просто потому, что здесь больше возможностей, больше всякого действия. И даже можно больше просто-напросто очков заработать, а прокачиваться нам всем, я думаю, хочется побыстрее. Ну, в любой игре хочется побыстрее открыть все самое классное сразу, а не ждать, пока там насоберешь. Поэтому у многих даже нудные такие есть, многочасовые какие-то вот там в самых режимах, где больше всего очков можно брать. Это и в Uncharted есть, я знаю и в других играх мультиплеерных. Но, думаю, это не так интересно все-таки. Поехали. Ну вот, не дают сразу захватить территорию. Как видите, наша цель захватить три территории и сделать огромное количество жертвоприношений. И в итоге стать лучшей из команд. То есть две команды, и мы должны стать лучше другой, набрав, как видите, восемь тысяч очков. Потрясно. Мы очень хорошо начали лидировать. И сейчас вот я захватываю одну из территорий, алтарь. Как видите, это захваченный алтарь. То есть... Да ладно, он выпустил эту штуку даже. И наплевать ему было, что я там был. Как видите, у спартанцев неважно. Главное, враг повержен, а уж друг, недруг из своих уже, видимо, неважно. Можно и убить вполне спокойно. Полное превосходство было. Некоторое время это, видимо, когда на ноль играла другая команда. Но теперь они набрали 50, и им ничего не остается, как проигрывать дальше. Потому что, смотрите, мы набираем очень быстро очки, стремительно. Они вначале что-то очень нафейлили, видимо. И им приходится вот сейчас по новой все делать. Потому что у них начало, видимо, провалено было совсем. Потому что... Ну, вы сами видите, мы ушли уже на вторую тысячу. Да, мы две тысячи уже заработали. Идем на третью. А они первую все никак не выявили. Это очень мало. Все-таки я начинаю склоняться к тому, что молот это гораздо более классное оружие, чем меч. По крайней мере, для меня человек, который скорее любит именно разить. Чтобы нанести как можно больше урона на большей территории. Мне кажется, все-таки это более классное. Ну, смотрите, опять. Мне удается жестокое убийство. Очень хорошо это. Как мне кажется, так. Алтарь захватили соперники. Идем туда. И... Пытаемся... Захватить его, но тут двое аж соперников. Как уйти отсюда, я не знаю. Да ладно, он своего... Он своего зажарил. Классно. Меня он, слава богу, не пытается зажарить. Отлично идет. Если получится, то я могу даже выиграть. Но, видимо, не сейчас. Сейчас меня, видимо, добьет. Потому что, видите, осталось совсем чуть-чуть. Чувак пытался еще зажарить. Вот единственная проблема, это вот как восстанавливать здоровье. Я не видел особого. Вот здесь вокруг сундуков. А это значит, что... Именно со здоровьем. А это значит, что... По идее, здоровье вы просто не установите. Я бы предложил у алтарников как-то делать это. Но это тоже наверняка станет читерским приемом. Сейчас меня, наверное, и добьют. Где-то здесь. Ну да. Своим молотищем добил один из соперников. Но они только тысячу набрали. А мы уже вон пятую набираем потихоньку. И не отдыхаем, не расслабляемся. Потому что цель еще наша... Лишь половина цели достигнута. Как вы понимаете, этот режим еще и веселый. Потому что все-таки можно играть с кем-то из друзей. Я уверен, что можно объединиться в группу как-то. И... Там, не знаю, команда одна... С друзьями там вот четыре человека. И команда соперника тоже... Четыре человека, которые там друзьями являются. Так что это очень классно на самом деле. Будет. Такой замес... Двух группировок. Что называется. И сейчас божественное вмешательство. Про божественное вмешательство сейчас тоже подробно расскажу. Я думаю, на каждом из уровней... На каждом из таких уровней... Будет... Особое какое-то вот такое божественное вмешательство. На этом уровне нам нужно ослепить полифема. И для этого нам дается копье Олимпа. С небес оно к нам падает. И нужно его суметь захватить. Пронзить... Этим копьем глаз... Полифема. И... В итоге... Всем вместе выиграть. Много очков. То есть... Это даже может... Будет возможность... Для команды, которая проигрывается... Чуть-чуть сократить отставание. А то и выйти вперед. Настолько довольно много дается очков. Ну вот полифема уже готов. Побежали, как видите. Вон. Запрыгал. Запрыгал один из наших. И в итоге... И в итоге полифем сражен, как видите. Но сейчас, похоже, нам дадут очень много очков и мы выигрываем. Да, казнь дала нам... Тысячу. Тысячу. И победа. Очень классный мальчик. Я специально помолчал, чтобы немножко музыка поиграла. Но она очень классная. Я надеюсь, все у этой игры будет хорошо. Потому что у нее все предпосылки для того, чтобы быть хорошей. И этот режим также является одним из лучших. Вот из представленных. На этом все. Спасибо большое вам за внимание. У микрофона был Ром Лери. Всего вам хорошего. И до новых встреч. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова